Уникальные кадры. Вот как начинали играть в Петербурге. Толком осенью 91-го года об этом виде спорта представлений не имели. Инвентарь делали из подручных средств. Камень из обычных ванерных досок. Вместо ручки электрод от сварочного аппарата. О профессиональной экипировке и не мечтали. Я была той первой сумасшедшей женщиной в России, которая начала заниматься этим видом спорта. Не было никакой специальной обуви. Мы брали обыкновенные кроссовки, брали от кронолыжных лыж вот эту вот подошвину, которую приклеивали ее к ботинку спортивному и начинали так. Что такое щетки мы не знали. За четверть века все поменялось. Достать профессиональное снаряжение теперь не проблема. Как и найти площадку с особенным ледовым покрытием. Температура поверхности минус 5. Это обязательно. О сборной России подумать только чемпион Европы. В ее составе трое петербурженок, две спортсменки и тренер Ирина Колесникова. Виктория Моисеева главный человек в команде. Скип или капитан. Она ставит задачу на льду. Например, доставить камень весом, между прочим, в 20 килограммов, так можно ближе к центру круга. Или наоборот, отодвинуть камень противника подальше от выгодной позиции. Линия стратегическая должна быть одна. Конечно, если команда попадает в трудную ситуацию, например, то о стратегии уже не ведется речь. Там именно тактика. То есть, приходится команде решать уже по месту, что делать. И в зависимости от того, как ты хочешь играть в нападение защиту, то именно идет решение скипа. До 14 лет будущая чемпионка Европы о керлинге даже не слышала. Занималась танцами. Пока мама не увидела объявление на улице о наборе спортивную секцию, где уже работала тренером Ирина Колесникова. Огромная целеустремленность, огромное желание, труд, терпение, слезы. Все бывало в нашей жизни. Все мы с ней прошли, потому что она ко мне пришла в 14 лет. И вот до сих пор мы с ней вместе. Пройдено очень много. Студентка университета имени Лезговта Ульяна Васильева керлингом также стала заниматься случайно. В команде, где играла подруга, состав был неполным. А поехать на турнир очень хотелось. Один телефонный звонок решил проблему. Позвонила, сказала, надо человека, хочешь попробовать. Я сказала, хочу. Собрала за 20 часа чемодан и уехала на соревнования. Не знаю, куда, что, что надо делать. И так вот поехала и все, и осталось. В российском керлинге, как в футболе, борьба за первенство, противостояние Москвы и Петербурга. До недавнего времени в составе национальной сборной были только представительницы столичных команд. Сейчас ситуация поменялась. Трудяги, молодцы, много думают, над собой много работают, не останавливаются в развитии. Очень много спрашивают. Я уже даже теперь не знаю. По-моему, они уже больше меня уже знают, наверное. Для Вики и Ульяны победа на чемпионате Европы большой успех в спортивной карьере. Но девушки надеются, что не главный. Все планы теперь связаны с 2018-м, Олимпийским годом. Людмила Гурим, Владимир Абухович, Денис Смирнов, Андрей Романов. Вести Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова